Большое спасибо, Андрей Владиславович. Я не буду подробно останавливаться на терминологии, хотел бы только заметить, что под данными реальной клинической практики понимается информация о состоянии здоровья пациента, либо об оказанной медицинской помощи, либо об обращении за медицинской помощью и так далее. То есть сама по себе информация, не результат обработки этой информации или каких-то выводов, которые сделаны на основании этой информации, а вот под доказательствами, собранными в реальной клинической практике, уже понимаются вот эти выводы, доказательства, то есть то, что мы можем заключить по результатам анализа данных. И Алексей Сергеевич говорил о том, что методы анализа данных реальной клинической практики тоже отличаются от рандомизированных клинических испытаний. Я в своем докладе коснусь возможных источников и особенностей того, что на сегодняшний день в нашей стране, в Российской Федерации, мы имеем по данным реальной клинической практики. И позволю себе не говорить о том, какие же могут быть сделаны доказательства. Думаю, что это предмет отдельного обсуждения. Если мы говорим о пациенте с диагнозом злокачественного новообразования, то, безусловно, пациенты обращаются и получают медицинскую помощь. И на слайде представлены те реестры, может быть, регистры, базы данных. Это можно называть совершенно по-разному. Где же потом содержится эта информация о фактах лечения данного пациента, о фактах его обращения за медицинской помощью? Но, в первую очередь, это, конечно, самая большая нагрузка ложится на систему ОМС, и сведения о оказанной медицинской помощи на уровне возможности персонифицированного учета медицинской помощи находятся в системе ОМС, а именно в Федеральном и Территориальном фондах обязательного медицинского страхования, а также в страховых медицинских организациях, которые ведут соответствующие реестры. Если мы говорим о том, что это пациенты со злокачественным образованием, то они, безусловно, имеют право и получают льготное лекарственное обеспечение, которое лежит вне рамок оказания помощи по ОМС. Льготное лекарственное обеспечение и сведения об предоставлении, об отпуске лекарственных препаратов противоопухолевых для таких пациентов как раз таки располагаются в региональных органах управления здравоохранением, которые и ведут соответствующие, ну, можете назвать их регистры, реестры, базы данных, неважно, то есть имеют и являются держателями, да, владельцами вот этой информации. Помимо всего прочего, пациенты со злокачественным образованием могут обратиться в любое медицинское учреждение в режиме оказания платных медицинских услуг, и тогда сведения об оказанной медицинской помощи, о лечении, которое было проведено такому пациенту, будет за рамками пределов системы ОМС, за рамками пределов системы льготного лекарственного обеспечения и будет находиться только в медицинских информационных системах тех лечебных учреждений, тех медицинских организаций, куда обратились эти пациенты. Помимо всего прочего, пациенты и имеют право, и делают это, приобретают лекарства, медицинские изделия за свой собственный счет в аптеках или магазинах и так далее, и там тоже содержатся какие-то сведения о том, какие, например, лекарственные препараты, медицинские изделия использует этот пациент. Все это вместе укладывается, если это складывать, как раз в то, что происходит при оказании медицинской помощи пациенту со злокачественным образованием. Помимо всего прочего, существуют регистры пациентов, в первую очередь это государственный раковый регистр и регистры заболеваний или регистры по препаратам, как говорил Алексей Сергеевич, держателями и обладателями информации, которых являются, могут быть, пациентские организации, это могут быть благотворительные организации, фонды и многие другие, кто является владельцем этих регистров и собирает эту информацию. Помимо всего прочего, пациенты обеспечиваются высокотехнологичной медицинской помощью, и это другая база данных, где содержится информация о реальной клинической практике, о той помощи, которая была оказана. Это портал ВМП, Министерство здравоохранения Российской Федерации. Помимо всего прочего, мы знаем, что основным исходом в онкологии, который всегда оценивается, и вот зарубежные коллеги об этом говорили, является выживаемость. И данные о смерти пациентов содержатся еще в одной системе, в органах ЗАГС, где регистрируются эти исходы. Помимо всего прочего, в системе телемедицинских консультаций отчасти есть информация об оказанной медицинской помощи пациентам. И если мы говорим о пациентах с онкологическими заболеваниями, большая часть которых являются инвалидами и имеют право на социальную поддержку, инвалидов, то они обеспечиваются техническими средствами реабилитации в рамках индивидуальных программ реабилитации. А вот эту часть информации содержат региональные министерства труда и органы социальной защиты. Я лишь хотел на этом слайде показать, сколько много информации абсолютно в различных системах, ведомствах, базах данных содержится о лечении одного и того же пациента. И о том, какой спектр широкий медицинской помощи, лекарственного обеспечения медицинскими изделиями может получать пациент. Позвольте детализировать некоторые из этих источников на следующих слайдах. Как я уже говорил, основная нагрузка ложится на систему обязательного медицинского страхования. В системе обязательного медицинского страхования данные, опять же, я буду говорить только о данных, о оказанной медицинской помощи. Данные структурированы, и введение этих данных, реестра базы данных регламентировано приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Вы видите его реквизиты на слайде. Какая же информация содержится в этих базах данных? Это диагноз, это стадия заболевания, это классификация опухолевого процесса по ТНМ, это поводы обращения за медицинской помощью, это сведения об оказанных медицинских услугах в соответствии с классификаторами, принятыми и действующими медицинских услуг, это даты госпитализации и даты проведения амбулаторных консультаций, это исходы каждого случая лечения, это условия, оказая медицинской помощи амбулаторно-стационарно-дневном стационаре, это особенности, касающиеся проведения у таких пациентов лучевой терапии, количество фракций, использование химио-лучевой терапии, и это лекарственная терапия. Лекарственная терапия, надо сказать, достаточно неплохо детализирована в этих реестрах. Содержатся сведения о схеме применения лекарственной терапии в соответствии с федеральными КСГ, о международных непатентованных наименованиях лекарственных препаратов, которые пациент получал, и о датах введения каждого непосредственно лекарственного препарата, в том числе о линии лекарственной терапии, неодевантно-девантно и так далее, и о цикле проведенной лекарственной терапии, а также сведения о противопоказаниях к тому или иному виду лечения, и в том числе о противопоказаниях к лекарственной терапии. Безусловными позитивными сторонами этой базы данных, этой системы является единый формат данных по всей стране, единый деперсонализированный идентификатор пациента, которым выступает номер в едином федеральном формате полиса обязательного медицинского страхования, и возможность персонифицированного учета медицинской помощи. То есть администраторы этих данных имеют возможность, по сути, сформировать историю, или, как сейчас говорят, маршрут этого пациента с пониманием того, где, когда и какую медицинскую помощь, вплоть до дат введения лекарственных препаратов, получал тот или иной пациент. Есть и стороны, которые нуждаются, может быть, в каком-то совершенствовании. Это особенности учета медицинской помощи за пределами регионов страхования. Все-таки территориальные фонды ОМС, там внутренняя техническая особенность учета этих данных существует, не буду на ней сильно останавливаться. Льготное лекарственное обеспечение осуществляется за счет федерального бюджета или за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, и сведения, которые находятся в этих реестрах, они нерегламентированными законодательством. И, в общем-то, эти базы данных формируются в соответствии с тем, как, видимо, удобно, понятно и наиболее приемлемо для субъектов Российской Федерации вести учет. Что в этих реестрах содержится? Диагноз пациента, торговое международное непатентовное именование лекарственных препаратов, которые получил этот пациент, дата отпуска и количество вторичных упаковок. Ну, это могут быть упаковки капсул, например. А также источник финансирования и ряд сведений из рецепта, который был выписан пациенту в медицинской организации. Конечно, плюс, да, деперсонализированным идентификатором в этих системах, как правило, я повторюсь, как правило, является номер СНИЛС, страховой индивидуальный номер лицевого счета пациента. И уже вот здесь мы видим с вами, что возникают некоторые сложности при соотнесении вот этих двух основных источников информации о лечении онкологических пациентов, да, поскольку вот нету единого идентификатора в данном случае, по которому можно было бы объединить эти данные и их каким-то образом анализировать. Безусловно, присутствует возможность деперсонализированного учета. Это то, что касается льготного лекарственного обеспечения. Платные медицинские услуги, я об этом уже говорил, пациенты обращаются и за ними. Соответственно, какой объем информации, какие сведения содержатся и где они содержатся, это все регулируется на уровне медицинской организации, а точнее той медицинско-информационной системой, которая используется в этой медицинской организации. Понятно, что если это медицинская организация, то в ее информационной системе содержатся все первичные медицинские документы, которые касаются, вот здесь только лишь малый перечень того, что содержится. По сути, содержится все, включая результаты лабораторных исследований, инструментальных и так далее. Поэтому мы говорим о том, что это максимально полные данные, поскольку они представляют собой первичную медицинскую документацию, но мы не знаем, не существуют ли деперсонализированные идентификаторы пациентов в этой системе, а можем ли мы как-то эти данные объединить с другими данными, в частности, например, с данными из системы ОМС или с данными из реестров и регистров льготного лекарственного обеспечения. И более того, вот единых требований к построению вот этих информационных систем, их на сегодняшний день нет. Приобретенные пациентам лекарственные препараты, медицинские изделия, ну, здесь еще меньше сведений мы имеем. Мы прекрасно себе представляем, что каждый человек может прийти в аптеку и купить любой лекарственный препарат без рецептурного отпуска, либо, если у него есть рецепт, купить рецептурный препарат, при этом с него никто не спрашивает ни паспорт, никакие его персональные данные. Соответственно, анализ этих данных крайне затруднен, да, хотя зачастую мы понимаем, что пациенты со злокачественными образованиями, ну, определенную часть своего бюджета тратят на приобретение из собственных средств необходимых медикаментов или еще каких-то медицинских изделий. Поэтому, конечно, объединить данные с существующими базами, реестрами крайне трудно, поскольку, по сути, они лишены каких-то идентификаторов, в принципе, да. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в соответствии с приказом Минздрава России. Вы видите его реквизиты. Для получения ее определен порядок, да, не буду на этом подробно останавливаться. Конечно, в системе ВМП Росминздрав есть и диагнозы, повод обращения, оказанные медицинские услуги. Указываются и номер полиса ОМС, и страховой индивидуальный номер пенсионный. То есть уже есть возможность эти данные сопоставлять с данными, допустим, ОМС. Да, мы часто понимаем, что пациент может получить хирургическое лечение в рамках ВМП, и потом ему показана дивантная терапия, которая будет уже оказана в рамках ОМС, да, для того, чтобы всю эту историю пациента, то, что и является по сути РВД, да, данными реальной клинической практики, о том, как этому пациенту оказывалась медицинская помощь, мы можем в данном случае объединять. Но сквозным идентификатором в этой системе является талон ВМП, хотя, повторюсь, что и данные полиса ОМС, и снился в ней, присутствуют. Поэтому здесь структурирование на высоком уровне. Регистры пациентов существуют. Я, наверное, не очень подробно буду останавливаться на регистрах негосударственных. Существует государственный раковый регистр, который утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1999 года. Вы видите его реквизиты на слайде. Там тоже содержится довольно большой объем информации о получении пациента медицинской помощи, опять же, диагноз, стадия ТНМ, сведения о случае оказания лекарственной терапии, не так детально, как в ОМС, лучевое, химиолучевое лечение и так далее. И что появляется на сегодняшний день важного, когда мы говорим об исходах в реальной клинической практике, в государственном раковом регистре содержится сведение о смерти и причине смерти пациентов со злокачественными новообразованиями. То есть мы в данном случае по этим данным можем измерять реальные исходы. Есть и ряд нуждающихся в доработке, на мой взгляд, положений. Это то, что приказ, в общем-то, с 99-го года не обновлялся и жизнь уже продвинулась достаточно за это время. Требуется, может быть, какая-то его корректировка и, так сказать, актуализация. Ну и есть некоторые сложности с интеграцией с другими системами, поскольку идентификатором является внутренний код. Это цифренно-буквенный код, который деперсонализированный, то есть невозможно по нему определить ни фамилию, ни имя отчество пациента. Но, опять же, алгоритм генерации этого кода, он регламентирован разработчиком того или иного программного обеспечения и базы данных, которые используются. То есть так вот сопоставить данные, допустим, из системы ОМС с данными популяционного ракового регистра, в общем, очень проблематично, если не сказать, что невозможно на сегодняшний день доподлинно произвести это сопоставление. Хотя, еще раз повторюсь, что в популяционном раковом регистре содержится информация о конечном исходе, что крайне важно, когда мы говорим об данных реальной клинической практике. Ну, обеспечение пациентов техническими средствами реабилитации. Я здесь привел на слайд буквально один из примеров, каким образом это учитывается. Вот очень просто. Журнал выдачи технических средств реабилитации. Да, где есть ФИО, где есть что выдано, никаких деперсонализированных идентификаторов. И, соответственно, ведут эти журналы и реестры уже не структуры, которые относятся к здравоохранению, а Министерство труда, социальной защиты или отделы социальной защиты. Ну, в разных субъектах это может быть организовано по-разному. Но, тем не менее, это еще одно ведомство, в котором содержится информация о обеспечении пациентов средствами реабилитации. Мы знаем, что это тоже важно. Поэтому определенные сложности с интеграцией этих данных, безусловно, присутствуют. На сегодняшний день мы видим, что создание единой государственной системы информационной в сфере здравоохранения и вертикально интегрированной медицинской информационной системы, которая курируется Министерством здравоохранения, позволяет ставить целью, и уже определенная работа, довольно большая, даже ближущаяся к завершению, на этом направлении проделана, интегрировать вот эти вот данные. И ВИМИС, и ЕГИСЗ будут служить вот тем, вот, наверное, я так полагаю, да, источником данных реальной клинической практики, которые в последующем могут быть подвергнуты анализу. И, как уже говорил Алексей Сергеевич, на основании этого анализа сделаны какие-то выводы, заключения и так далее. Поэтому выводы, которые хотелось бы сделать, это то, что на сегодняшний день, позвольте, я не буду зачитывать так, суммирую устно, что на сегодняшний день мы имеем большое количество регистров, реестров, баз данных, как государственного, так и владельцами, как бы администраторами которых являются государственные учреждения и негосударственные учреждения. Основные сложности связаны, скорее всего, с интеграцией этих данных друг с другом и с возможностью все-таки выстроить маршрут и историю лечения пациента, то, как это осуществлялось в реальной клинической практике. Но развитие системы ВИМИС и системы ЕГИСЗ ставит целью, одной из целей – преодолеть вот эти вот сложности. И мы очень рассчитываем, что полноценный запуск этой системы приведет к тому, что у нас будут инструменты, позволяющие получать данные реальной клинической практики, структурированные в электронном виде, то есть то, когда с ними можно уже работать, их анализировать, статистически обрабатывать и проводить какие-то сравнительные или, например, несравнительные исследования. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...